Если бы под фундаментом одного из лэрхских театров кто-нибудь удосужился произвести раскопки, то весьма возможно там был бы обнаружен еще один фундамент, который в свое время нес на себе громаду боевой башни и донжона. Конечно, не сейчас, не в прошлые времена донжон незачем было сооружать в самом городе, но полтысячелетия назад это место находилось далеко за городской чертой. Впрочем, и сам лэг в то время городом по сути не являлся. Там несколько домов и церквушек под замковой стеной. Может быть, и осталось там несколько камней прежнего фундамента, но уж наверняка ничего не сохранилось от одинокой могилы, вырытой некогда рядом с донжоном. Но, разумеется, никто не производил таких раскопок. С какой стати? Чтобы ему пусто было сорванцу, бутылку Ренского, вылил мне нога наглую. Что вы скажете? Этот череп, сэр, это череп Йорика, кролевского скомороха. И могильщик швырнул упомянутый череп на кучу взрыхленной земли. Этот, этот, самый, дай сгну. И Гамлет, наклонившись, подобал мертвую голову. Бедный Йорик. Спектакль был обычен, не лучше и не хуже огромного множества гамлетов, что были поставлены в разное время и в разных концах земли. Никто и не ожидал от него чего-либо особенного. И когда это свершилось, трудно сказать, кто был потрясен более, актеры или зрители. Пожалуй, все-таки актеры. Холодный вихрь прошелся по сцене. Между Гамлетом и Грацио на сцене возник человек. Он появился буквально ниоткуда. И замер, остановившись в каком-то странно незавершенном движении. Потом рука его судорожно метнулась к левому боку, снова нащупывая эфес. Но пальцы замкнулись в пустоте. Ничего не было сейчас у него на поясе. Первые из шока вышли зрители. В конце концов, театр ныне предподносил и не такие сюрпризы. И техника была пригодная для организации внесапных появлений. И режиссерский замысел вполне мог втиснуть в традиционные идущие спектакли такую вот фигуру. К тому же, одет незнакомец был примерно так же, как и актеры на сцене. Бог знает, за кого его приняла публика. Быть может, даже внезапно материзовавшегося королевского скомароха. Во всяком случае, Айна зааплодировала. Но вот актеры... Тем, кто находился на сцене, пришлось куда труднее. И дело даже не в том, что появление незнакомца застало их расплох. Просто все трое совершенно точно видели, что на этом месте не было ни потайного люка, ни вообще ничего, кроме досок сцены. Ничего. Бедный Йорик! Я знал его Гороццо! Исполнитель главной роли попытался сделать вид, что ничего не произошло. Вновь, появившийся опять-таки довольно странным движением, ощупил свою шею. Ага, понимаю. Пробалутал он почти про себя. Так тихо, что его услышал только могильщик, отцепеневшись за ступом в руках. Понимаю, я здесь погиб. И это, наверное, мой череп. Незнакомец снова протронул свою шею. Будто проверял, не на месте ли голова. Меня зовут Рамирос, сказал он вслух. Зрители уже не просто аплодировали. Поэтому прошелся откровенный смех. Я знал его Гороццо! Голос Гамлета сорвался на откровенный виск. Но артист продолжал поддерживаться прежней тактики. С минуты Рамирос присматривался к нему. Потом снова вмешался монолог. Простите, что я мешаю вашей столь занимательной беседе. Но ваш товарищ, по-моему, явно не способен вам отвечать. Вот здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Актер не отказался... Отвлекался ни на что, но был уже в состоянии близком к стейке. Зрительный зал изнемогал от смеха. А все-таки, почему я вновь пришел в этот мир? В уголках глаз Рамироса разбегались веселые морщинкины. Но этот вопрос, не обращенный никому, конкретно он явно задал всерьез. «Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты?» Гамлет продолжал свой монолог, не соображая, что лишь нагнетает всеобщее веселье. Рамирос посмотрел на него. «Вы все-таки надеетесь, что он вам ответит?» Спросил он с искренним сочувствием. Это было последней каплей. «Слушай, ты, Денигерат!» Актер в ярости повернулся к нему. «Пошел ты!» Тут он произнес нечто такое, с чего Рамирос не понял. Зато отлично поняли зрители, судя по их реакции. Рамирос озадаченно сдвинул Брой. «Куда?» И тут он совершенно независимо от происходящего вокруг понял, что действительно должен куда-то идти. Встретиться с кем-то давно ему знакомым. Это и было условием его нового воскрешения. Это чувство мелькнуло и тут же пропало. Одно можно сказать. Актеру очень повезло, что его последние слова остались непонятными. На сцену из-за кулис выскочил режиссер. Он был вне себя от ярости. «Это Гамлет или не Гамлет?» – вопил он. «Мы пьесу Шекспира играем или несем от себя тяну?» И тут он замер, наткнувшись взглядом на Рамироса. «Вы все припутали!» Вежливо пояснил тот. «Во-первых, Гамлет – это не пьеса археоника. Во-вторых, написал ее не Шекспир, а саксон-грамматик. Шекспир, кто бы он ни был, вряд ли будет писать пьесы. Это фамилия потомственных воителей. И вдруг Рамирос замолчал, потому что чувство исчезнувшее было. Влезапно вернулось, заполняя все его существа. Теперь он отчетливо слышал зов. «Прошу простить, но я вас покидаю. Меня действительно ждет далекая дорога. Позвольте!» И он вынул из ножен на боку совершенно обалдевшего принца датского его шпагу. Быстро, но с достаточной галантностью поклонился рыдающим от хохота зрителям. Рамирос под шкал аплодисментом удалился со сцены. Рамирос под шкалом удалился.